Маме стало вечером плохо, и ее вечером приехала и забрала скорая в больницу. Наталье открылось кровотечение. Ей поставили диагноз гиперплазия-эндометрия. Заболевание внутренней оболочки матки, доброкачественное разрастание слоя матки. Ей сделали операцию, но со временем ее проблема снова вернулась. Когда попало второй раз, я просто задумалась, почему это повторилось со мной. Какая-то проблема, что не решила операция первая. Потом я попадаю третий раз на операцию. Но я была просто в шоке. Наталья прошла все необходимое лечение, но через два года болезнь снова начала напоминать о себе. У меня появились боли внизу живота. И я попала к врачу на УЗИ, потому что меня беспокоила эта боль. Взяли анализы, потом сказали, что все-таки надо опять ложиться. В голове путаница, почему это повторяется, когда это прекратится и какой теперь результат. Потому что каждый раз, когда я попадала на операционный стол, я думала, что это все решена проблема. Но оказывается, нет. Ее старая болезнь переросла уже в более серьезную проблему. Ей поставили новый диагноз – полип-эндометрия матки. Врач сказал, что у меня полип. Я не поняла, что это за болезнь. И когда она мне сказала, что у меня не то, что было раньше, а намного хуже, я просто была поражена в тот момент. Это было очень тяжело. Я очень сильно переживала. Полип-эндометрия матки является доброкачественным образованием. Оно вызвано серьезными гормональными нарушениями и со временем переходит в злокачественную опухоль. Для того, чтобы сохранить женщине жизнь, врач настаивал на срочной операции, уже третий по счету. Но так как Наталья уже долгое время является верным служителем и партнером Духовного Центра Возрождения, она решила довериться Богу и поехать с верой в сердце на крусает исцеление апостола Владимира Мунтиана. Я просто рискнула. Рискнула получить ответ от Отца Небесного. Те люди, которые пришли с болезнями, пусть сегодня произойдет твое чудо, Господь мой, полное исцеление. Когда началась молитва, я ожидала, когда Он скажет именно о моей проблеме, именно о моей болезни. В этот момент, когда вы чувствуете тепло внизу живота, у вас происходит исцеление. И сейчас женские органы исцеляются, шейка матки, исцеляются яичники, трубы. Прямо сейчас все пошло исцеление там. Дух Святой ко мне прикоснулся. Я пережила прикосновение Святого Духа. Прямо на служение она с уверенностью заявила, что она исцелена. Амэн, 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 амэн. Аллилуйя. Спасибо нашему Богу. Давайте мы еще раз воздадим славу. По возвращению домой Наталья обратилась в больницу и прошла все необходимые обследования. И результаты анализов показали, что у нее нет опухоли. И ей не нужна операция. Проверилась, сделала УЗИ и все-таки Бог показал, что он есть. Болезнь исчезла. Пришла к участковому врачу со снимками УЗИ и сказала, что вы меня, пожалуйста, не ждите, у меня все в порядке. Меня исцелил Бог. Она меня спросила, а вы что-то делали? Я говорю, нет, я только Богу молилась. Сегодня Наталья благодарна Богу за полное исцеление. Сейчас она совершенно здорова и радуется каждому дню. Бог меня полностью исцелил. У меня нету страха вообще. Я благодарю Бога за то, что он провелся в жизни моей мамы и в моей жизни. Мама осталась жива, здорова. Физически чувствую себя прекрасно. У меня ничего не болит вообще. Я очень сильно благодарна Богу. Это чудо. Это просто чудо, которое он сотворил.